ребятки мои дорогие всем привет с вами как обычно роман шкудер компания ford life и для наших партнеров маркет сегодня пишем очередной ролик по рынку криптовалют посмотрим что у нас сейчас интересного а интересно у нас много сейчас мы рассмотрим давайте начнем как обычно с бите си бите сейчас стоит в целом неплохо сильнее рынка но я думаю что наверное все таки продавит вот этот уровень 27 и пойдет на 25 возможно даже ниже это там зону там 2322 будем смотреть потому что у нас 29 было сопротивление потом была поддержка потом опять попытка закрепиться и никак не смогли выше пойти плюс не было перехая предыдущего максимума то есть видно что уже как бы поддали это понятно потому что биток вырос 15 500 на 31 то есть сто процентов вырос за сколько там давайте возьмем с ноября месяца ну там пусть будет за полгода за полгода вырос на сто процентов это очень много с такой капитализацией альта понятное дело не смогла сделать такие прям мощные движения плюс смотрите недельный график также 29 и ложные пробои поэтому я бы рассматривал больше в шорт хотя может запоменяться но пока какая-то слабость но биток в целом держат держат альту там вообще послевали поэтому не знаю возможно какой-то еще будет отскок хотя ну пока мы не вышли выше 29 я бы здесь не ланговал то есть выше 29 или выше 31 уже там уже будет тогда надежно что-то сделано что тут соберут очень огромный объем и с выходом уже наверх будет понятно куда он идет сейчас здесь ребята эта сделка 50 на 50 да можно провозить тут лонг поставить стоп сюда или взять шорт поставить стоп сюда и может пойдет вниз то есть я бы смотрел только от уровня например от 29 тут в середине диапазона я такое не торгую поэтому можно угадывать кто то там угадает или или двух выкинут потому что можно зайти в шорт и в лонг могут пойти сюда а потом обратно сразу то есть выкинуть и то и то то есть такое тоже бывает ну или в лонг например а вас будет тейк выше она не дойдет допустим и может пойти в другую сторону ну есть такая ситуация потом биток пока что такое нейтрально по аде ада у нас пока но ниже 0.38 закрепилась да и пошла вниз с целью 0.32 я бы вот отсюда рассматривал или даже 0.29 поэтому ну пока определилась в принципе с движение вниз я бы так сказал локально пока что плюс локальная такая линия тренда я сейчас где-то плюс-минус тут находимся а ну-ка мы сейчас даже так вот попробуем провести типа чисто просто там наглядно взять вот такой вот линию да и мы видим что мы в принципе почти возле нее почти возле нее и где-то здесь если смогут отскочить будет нормально учитывая что мы уже прошли вниз где-то 15 процентов без отката возможно но ребят все смотрится как бы не очень сейчас вам так скажу я пока не лонгую бы выходил с локальных позиций которые мне были и сейчас вне рынка пока понаблюдаю до бенби смотрите тоже 315 в целом шорт неплохой здесь вам так скажу неплохой шортец можно поставить даже риск сюда кстати сейчас там тоже смотри сколько это типа два доллара получается 2 доллара это меньше одного процента но нормально ребят меньше 1 процента риска правильно да все правильно то есть у нас 30 доллара 10 процентов до меньше одного процента риска не можно попробовать высидеть даже там до 300 хотя бы то есть получается 2 тут 7 к одному нормально то есть неплохой шортес по diabetes могут выкинуть ну или что сделка в целом нормально ниже уровня под по-ит по локальному тренду и с потенциалом где-то подснижали нет 10 99 300 долларов сейчас сам буду смотреть может даже буду брать посмотрим то как отработает дотик дотик у нас что здесь она уже дошел принципе до уровня и плюс есть еще уровень 5 долларов но возможно сейчас еще дойдет осталось там четыре процента шортить уже как бы так себя лонговать пока высоковато то есть нужно же был какой-то укол или 5 и 1 или 4 96 и вот отсюда я бы уже рассмотрел его пока что здесь вот тоже внутри диапазона далеко от уровней в принципе шортить уже наверное не очень потому что 695 и мы упали до 5 и 1 то есть получается это насколько 20 процентов больше 20 процентов 25 процентов снижения я бы уже не шортил лонговать пока что нужно чтоб еще сигнал был то сигнала пока нету эос эос подлили подлили эос нормально кстати тут вообще с 1 и 3 получается на 085 неплохо ну что по уровню хочу посмотреть ну да тут зона уровней конечно тяжело тут конечно сказать откуда брать я бы конечно ждал бы где-то 08 ретеста вот оттуда уже можно сейчас пока что упал да но тут лонговать конечно могут еще палку дать вниз если без топа то типа да но я бы без топа тут не брал потому что если кому-то там очень хочется то можно чисто пробовать на отскок но я бы подождал ретеста 08 и тогда уже будет железобетон если остановит конечно там если пробью то лучше не брать уже эфир эфир сильнее рынка как же как и биток но внутри типа зона но есть какая-то зона вот смотрите ребят вот эта зона типа 1822 или вот даже вот так можно посмотреть ну зона 1800 хотя потенциала маловато стоп не маленький на самом-то деле стоп будет порядка там 100 долл не на 100 долларов вру значит где-то два процента стоп даже больше 3 процента но потенциала конечно не столько но если брать надо брать где-то 1800 если брать и стоп 1776 если брать но пока что я бы тут тоже хотя может и прострелить конечно такое выглядит сильнее понятно шортить я бы не стал внутри типа зона лонговать тут потенциал осмотреть тоже такое ребят 50 на 50 вот отсюда можно 1670 плюс минус да тут зона вот этого уровня зеркального или 1710 хотя бы вот это вот вот сюда здесь пока что я бы я не буду лезть лично лайткоин холлинг еще у нас там в аж если не ошибаюсь в августе но не смогли 102 пройти смотрите 102 103 уровень и откатились но в целом после таких падений видите резкий откуп но не понятно будет еще снижение сюда или отсюда будут выкупать то есть я бы наверное подождал еще не ретестом 75 или 73 даже и вот оттуда уже где-то смотреть его потока что здесь тоже не лонгова смотрится а шортово уже ну или шорт от 81 но прошли уже многовато поэтому я бы тут тоже уже если там локально принципе больше рост шортите вот средний диапазон на шарте с верхних точек если что тут уже либо лонговать либо вне позиции snp давайте посмотрим snp пока неплохо хотя видите никак он не может там 4 170 4 200 вот зона уровня очень большое накопление там было и никак не может пройти уже много раз там были и очень долго тут собирается может быть какой-то степень такая ребят что пробьют с гэпа просто с открытием сразу бах то есть snp шку бахну там выше 4 200 и все и пойдет пока что здесь нормально хотя такие формации я уже об этом говорил то есть такие формации обычно вниз ребят придут когда вниз вот так задавили потом откат длительная консолидация и потом она выходит вниз говорю вот это есть такой или второй вариант может пойти еще на ретест вот этого хайя но попытаться или пробить его и потом снижение обычно знаете когда идет разворот глобальный то либо идет 3 хая ну-ка мы сейчас посмотрим здесь посмотрите вот здесь очень похожа была ситуация обратить внимание вот раз два и третий хай очень резкий и потом снижение здесь что-то было но не было третьего хая и снизили 2 хая только было что еще такого интересного но это чисто если по динамике смотреть вот здесь вот не было значит она тут дальше нет уже как бы график но я думаю что может пойти на выше 4 800 потом еще какая-то консолидация потом еще выше и потом только уже будет глобальное снижение это где-то 25 26 год это лично мое мнение хотя может и отсюда еще снизить еще раз сюда то есть но это будет конечно жестко ребят еще пойдет на там 700 пунктов вниз то это будет рынком конечно всем очень плохо хотя биток может не факт соланчик соланчик 20 долларов среди какой железобетонный уровень но мне не очень нравится смотрите 1 хай 2 хай 3 4 и вот поджимает уровень этот очень много тестирований плохой уровень который много тестирует знаете столько момент если пробивают уйдем туда на 15 там уже можно будет где-то от 15 до 10 можно будет рассмотреть на долгосрок чисто я буду я для себя лично смотреть ребят поэтому если 20 прошибают вниз то тогда наверно на 15 пойдет если сумеет конечно закрепиться и так далее пока что у тебя как бы лонг до 20 но плохо смотрится думаю что если биток не удержится скорее всего будет снижение будет снижение поэтому я бы пока не спешил сильно соланой хотя уровень реально очень крутой 20 долларов он с истории там есть всего даже мы откроем вот так можем увидеть вот отсюда да вот эти хвосты это как раз отсюда было хотя если взять по телам то мы стоим ниже уровня то есть мы зажата между 20 и 26 вот здесь вот поэтому если пойдет вниз то он следующая цель там будет 15 это наверно 15 14 вот так вот если вверх то после 26 я думаю мы там должны до 40 наверно пойти люмен люмен что люмен внутри диапазона ожидаем либо а 0 1 либо 0 0 8 вот два два уровня которых есть хотя упали сильно может быть какой-то отскок отсюда я пока хочется залезть ребят но я пока не лезу честно вам скажу хочется залезть я пока не лезу я пока понаблюдаю вот это тоже упала как бы хочется насколько это xrp хотя ripple да но он тут зона уровня 040 42 упал нормально уже где-то на процентов 20 с хая вот отсюда какие-то отскоки были но такой рваный он конечно но если мы прям линию тренда то принципе нормально все пока что смотрится даже вот если так вот сделать смотреть даже если вот так просто чисто провести то в принципе нормально здесь локально и все на все хорошо в целом как бы можем это оставить вот так вот попробовать посмотрим может быть после ретеста 0 39 7 вот отсюда где-то но или там 0 38 вот уровень тоже есть ну ripple так себе тоже ходит поэтому я пока оставляю но лезть пока не буду пока что понаблюдаю мой секундочку и тезос тезос у нас о тоже тоже плохо тоже шортец тут как бы все плохо но может быть какой-то резкий выкуп и произойдет хотя стояли смотрите 103 уровень был отстоялись очень четко по снизу него потом пошли до 0 91 опять пробой с ретестом и дальше теперь я думаю 0 8 0 8 и 0 7 вот два уровня которых еще остались 0 8 почему кстати 0 8 там на графике нету странно вот этот уровень это под вопросом этот уровень потому что с него там но это было снижение я думаю там 0 7 но хотя шортец неплохой то же самое что по bnb вот bnb один в один но могут ребята выкупать здесь тоже нужно внимательно сейчас буду сам принимать решение брать или нет но просто стоп маленький если даже будут выбивать мне там один процент в этом зайти даже там на десять тысяч долларов там сто долларов в риск ребят но это нормально и зайти и забрать то например там даже там шесть к одному шестьсот к 100 риском ну допустим если брать я беру обычно больше если я захожу я беру там на пятьдесят на семьдесят и так далее если уже так даже с плечом можно взять там ничего страшного это не будет но сейчас буду смотреть стоит ли это делать потому что бывает такое что вот так рисует а потом биток резко выпрыгивает и это стоп сразу то есть такое бывает что плохую картинку поэтому я думаю что еще наверно подожду немного закрытие может там получится взять там еще там ниже допустим даже ну туда даже железобетон потому что бывает такое что так вот стоит все плохо потом резко выскакивает наверх потому сейчас Сейчас очень сильно, например, эти монеты зависят от битка. Если биток сейчас выстрелит наверх, даже там на 700 долларов или на сколько там, на 2-3%, то это тоже выскочит сразу на 5% и в стоп. Поэтому тут тоже внимательно понаблюдать нужно. Мы уже немного снизились по BNB, там с 353 на 310, тоже там сколько, 15% вниз и может быть, что локально также здесь наверх. А ну-ка мы сейчас попробуем даже вот это провести. Давайте, ай-яй-яй, что такое, вот сейчас, вот так, вот вот так, вот-вот получается, вот так, 291, вот это вот у нас цель, если так взять, ну возможно, да, это уже оттуда можно рассмотреть, пока что я бы тут не лонговал, а шортить. Нужно еще, наверное, подождать пока биток что-то сделает. Возможно перед импульсом вниз, сначала вынесут наверх, чтобы все подумали, что красивая картинка, вот то, что по нам по битку, да, то есть какой-то импульс дать там 2-3% наверх, типа сюда, может быть даже на 29 или 28500 там и так далее. И тогда может быть резко вниз. Ну посмотрим. Пока что, ребята, такое вот. Я пока сильно вне рынка, сейчас буду смотреть, не сильно вне рынка, а просто вне рынка, сильно вне рынка, уже договариваюсь. БНБ вот интересно, если шортец взять и интересно Тезос вот тоже. Хотя Тезос мне не очень нравится, потому что прошли уже 20%, даже больше 20% вниз без отката. Возможно, какой-то будет резкий отскок после такого. Ну, есть перепроданность некая, поэтому я бы тут тоже с шортами внимательно, но может лучше на откате каком-то или подождать пока какой-то будет сигнал, типа там хвоста вниз и обратно выкупа, чтобы взять на Лонкево. Вот такой у нас обзорчик, ребята, кто хочет, приходите по ссылке ниже, открывайте счета во Маркетс, получайте дополнительные бонусы. У нас тут очень много интересных инструментов, 577 и фьючерсы и акции и там и крипта, все подряд в одном терминала и очень удобно, есть объемы. Нормальные все выводы и выводы, никаких проблем с этим нету. Нормальные комиссионные, поэтому могу смело рекомендовать этого брокера, никаких проблем, уже мы с ними работаем года 3, наверно, и никаких проблем пока не было ни от людей, ни там у меня лично, поэтому могу смело рекомендовать. Всем хорошего дня, не забывайте о рисках, прибыльных сделок и увидимся на следующей неделе, всем пока.